Маринованные гогошары с медом на зиму. Нам понадобятся продукты. Гогошары, вода, уксус 9% в среднем выходит 1 стакан уксуса на 1 литр воды. Подсолнечное масло тоже примерно 1 стакан на 1 литр воды. Мед на литр около половины стакана. Сахар на литр примерно полстакана. Соль по вкусу, душистый горошек. Можно использовать смесь перцев, гвоздика, лавровый лист, чеснок. Приготовление. Берем гогошары, моем, очищаем от плодоножек и семян. Режем на части. В зависимости от размера можно резать на 4 или 6 частей. Лучше брать гогошары разных цветов. На вкусе это особо не отражается, зато смотрится намного интереснее. Готовим маринад. Все смешиваем и доводим до кипения. Льем масло и уксус. Добавляем 2 столовые ложки соли, полстакана сахара и полстакана меда. Гвоздику, лавровый лист и смесь перцев. Мешаем все и пробуем. Если чего-то не хватает, добавляем. Меда нужно не жалеть. Гогошары получаются ярко-сладко-кислыми. Если все нормально, то продолжаем. Чистим чеснок. Как только маринад закипел, добавляем первую порцию гогошар. Пока гогошары закипают, готовим банки. Стерилизуем. В каждую кидаем по 3-4 крупных зубчика чеснока. Режем каждый зубчик на 2-3 части. Через 5 минут после закипания раскладываем гогошары по подготовленным банкам так, чтобы в каждую баночку попали и гвоздика, и перчик, и лаврушка. Раскладываем по баночкам. Укладываем плотненько, но не сильно, чтобы не раздавить их и не испортить внешний вид. Как только все баночки заполнены, заливаем кипящим маринадом до горлышка. Закатываем стерилизованными крышками, переворачиваем, укутываем и оставляем до остывания. У кого аллергия на мед или кто просто его не любит, вполне можно заменить сахаром. Но, на мой взгляд, с медом получается на порядок вкуснее.